на алиэкспрессе купил такие фонари комплект стоил в районе 500 рублей здесь вот имеется резистор между контактами так что скорее всего ошибки не будет подключена не лампочка накаливания право и лево отличаются но с керметичностью тут проблемы сейчас буду термосоплями заклеивать эти отверстия но сейчас просто хотел показать что здесь находится разбирать конечно я наверно не стану больше не соберется обратно ну посмотрим вангую что год они не отходят но кто-то пишет кто ставил такие же фонари подсветку номера что ходят, ходят нормально ну посмотрим короче цена вопрос 500 рублей одна вот эта буквально стекляшка пластмасска стоит оригинально и дороже у меня она совсем-то загнила поэтому решил эти купить по коробке вот каким автомобилем это подходит для а6 c6 почему-то девятый одиннадцатый год типа рестайл но поставим посмотрим что получится не жалея клея залил все возможные щели туда клея максимально зафигачил теперь по герметичности вопросов в принципе быть не должно теперь надо идти ставить устанавливать эту штуку говорят что без напильника или ножа они не встанут ну сейчас проверим сейчас подсветка номер у меня выглядит вот так вот эта лампочка еще более-менее вроде как живая но здесь все в ржавчине и отмыть это по-моему не нет никакого шанса вот здесь есть конечно же винтики шурупчики которые можно открутить крестовой отверткой но я лично не советую этого делать лучше сразу снять эту планку всю полностью в сборе так как если стереть эти шлицы слезать то будет прям очень трудно все это поменять поэтому не скупитесь потратить время сейчас покажу как это сделать чтобы снять эту планку самостоятельно для того чтобы снять подсветку заднего номера на audi a6 c6 потребуется следующий инструмент это крестовая отвертка печь 1 скорее всего вот такая пластиковая лопатка на самом деле можно без нее но будет проще с ней ключ на 10 либо торцевая головка на 10 и для снятия крепления заднего номера потребуется торкс т30 на самом деле там по-моему т40 но и т30 подойдет первую очередь нам нужно снять знак аварийной остановки и вот здесь вот две защелочки которые нужно вниз защелкнуть и она отщелкивается сейчас короче вот здесь вот защелку вниз вторую тоже защелку вниз и снимается это крепление теперь поддеваем вот эту пластмасску и она уже отщелкнута и вот так просто снимаем дальше вот эти штуки нам откручивать не нужно это упоры они кстати регулируются теперь нам нужно просто начать а еще забыл вот здесь вот по два самореза нужно открутить теперь все тем же инструментом полезным нужно под обшивку и отщелкивать так легче начинать вот с этих уков показываю где защелки 4 сверху что ты такой не знаю вот по всему периметру все теперь теперь остается дело за малым надо открутить две гайки на 10 головкой и эта панель вытаскивать откручивается легко от руки чуть-чуть ослабить гайку и все и второй так же это легче от руки это все делать а нет вру вру тут по 4 их тут еще тут получается 4 гайки на 10 сняли две таки металлические панели и все принципе эту планку больше ничего не держит можно ее доставать так так похоже придется еще номерной знак снимать под номером еще 2 2 2 2 крепления на 30 который надо крутить теперь уж точно все защелки к и те же ты все вот у нас эта панель с кнопкой замка в руках теперь можно удобно открутить эти винты открутились легко вот какое состояние подсветки теперь будем примерять новые плафоны еще здесь вот часто встречается тоже проблема что оплавляется контакта я тоже тут уже пошел процесс оплавления из-за плохого контакта скорее всего поэтому обратите на это внимание желательно тут чем-то почистить вот эти вот клеммы не знаю кого как меня они зашли прям идеально без напильника и какого-то другого инструмента тут действительно нужно попасть язычком сильно нажать вот на эту сторону и вставлять ее сейчас проб показать вот здесь вот есть язычок вот так надо в таком положении задавить сюда вот так вот иначе он не заходит и все прижимается эта сторона прям идеально очень хорошо встал сейчас прикручу и пробный запуск что ж первый запуск и они вот зажигание включены они не работают смотрим что на приборке ну естественно там ошибка ответка номера не работает сейчас попробую отогнуть туда контакт в общем разобрался в чем косяк вот смотрите правая да если ее вставлять правильно то контакты будут вот эти вот сверху здесь контактная площадка снизу то есть грубо говоря не до касаются вот этих контактов вот чем беда вот так вот она входит а контактов сверху нету и левая левая тоже самое контакты сверху здесь контакты снизу если поменять местами из-за полярности то есть вот так вот если бы это был бы правый то есть из-за полярности здесь вот контакты должны быть снизу это правильный вариант но плюс-минус надо поменять местами как это сделать придется сейчас наверно разбирать эту штуковину китайскую кассипоры вот кассипоры ну что ж сейчас ладно попробую хотя бы одну разберу вот эту вот левую и грубо говоря перед переверну плату вверх ногами чтоб контакты были вот с этой стороны попробовать либо правой я уже не помню там какой-то один из этих блоков если он перегорает то все они вся планка будет в ошибке и питание будет на нее прекращено надо скорее всего обе сразу воровать память местами и писать китайцам пускай возвращают бабки в косяках реально проблема была том что китайцы накосячили неправильно собрали плафон вот так вот он работает правда спор я уже открыл и на видео не знаю заметно незаметно на телефоне смотрю незаметно вживую долго смотреть то немножко все-таки мерцает возможно контакт плохой дома окислившийся а так в принципе вот если сравнить вот так вот такая разница вот паяльник у меня сломался к сожалению поэтому вторую мне сейчас пока не сделать поэтому на следующий день часто паяльником съезжу и пофиксю окончательно добил эту подсветку в общем не сломав ее невозможно разобрать держится все вот на двух вот таких вот тоненьких контактах которые практически касаются корпуса и никакого крепления нету просто вот плата со светодиодами и вот здесь тоненькие такие волосинки конечно можно сейчас взять кабель подпаяться здесь плюс-минус найти я думаю не проблема здесь подписан здесь найдется вот так я залил даже если не залить и все равно пока вот этот вот часть поднимается она одноразовая они разборны и потом увидел что действительно китайц неправильно собрала эту плату вот здесь вот есть специальная такая штучка которая вставляется в корпус специальные пазы вот в эти у меня посмотреть отдельно они по-моему были как раз таки вот здесь вот то есть в пазы неправильно собрались слева слева подсветкой было все нормально поменял полярность перевернул эту часть теперь находится получается нормально снизу контакты с этой были проблемы потому что здесь штырьки торчат они идут насквозь грубо говоря и светодиодная плата как отдельная плата идет поэтому пришлось вот здесь вот так вот немножко насрать паяльником вот сейчас примеряю если все работает заливаю снова клеем вот так вот прям все залью и устанавливаю все собрал теперь момент истины включаем свет а е все работает что же ваш ставки сколько это все это проработает я думаю год она максимум от служит теперь сейчас все прикручу если после закрытия крышки она не сдохнет значит проработает ну конечно же ошибка отсутствует по подсветке заднего номера все нормально резистор point как надо огонь все работает так что можно брать действительно без моем случае без паяльника не обошлось у кого-то без напильника так можно и приколхозить более за 500 рублей а мне это вообще бесплатно на самом деле потому что и продается уже вернул деньги ладно всем спасибо за внимание ставьте лайки всем пока